Жаркаинский район регион аграрный. По пассивным площадям район занимает первое место по области и второе по республике. В текущем году аграрии собрали 307,8 тысяч тонн зерна при урожайности 5 центнеров с гектара. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Линия правды», я и ведущая Саняя Кубжасарова. И сегодня у нас в гостях Аким Жаркаинского района Хамитов Женбулат Камериданович. Женбулат Камериданович, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Вы к нам напрямую с брифинга? Да. Как прошел брифинг? Ну, думаю, на ура. На ура. Ответили на все вопросы, которые были заданы. Я надеюсь, что у нас сегодня с вами тоже сложится содержательная беседа, вопросов будет много. Женбулат Камериданович, раз уж мы озвучили такие цифры по зерну, давайте начнем с сельского хозяйства. Как развивается в районе сельское хозяйство? Чем можно гордиться? Ну, у нас район, как озвучили уже, агросеющий. В этом году вал собрали 307. Из-за погодных условий желательно было, можно было больше собрать, но то, что есть, результат дает о себе знать. Пока 5 центнеров с гектара. Для такой засушливой погоды это хороший показатель? Для засушливой, да. Она захватила как раз наш регион, район, именно он граничит с Кустанайской областью. Сами знаете, в Кустанайской области ее захватило нас. Самая малая осадка по Акмолинской области, это было у нас в Арканинском районе. Тем не менее, урожай собрали. Собрали по 5 центнеров с гектара. Валовый сбор состоял 307. Мы говорим, что посевная площадь по территории самая большая, да, по области. Что мы еще засеваем? Ну, у нас помимо зернобобовых культур есть масличные, корнеплоды. Основное направление у нас зерновое и животноводство. Земли площади, как ранее озвучено, у нас хватает. Общая площадь 1,2 млн. В перспективе, если развиваться дальше, увеличивать посевные площади, позволяет у нас. Также одним из важных аспектов это развитие животноводства. Площадья тоже и климатические условия, природные, позволяют. Так как у нас река Ишим, река Терсакан, для пастбищ земли хватает, для животноводства. В этом направлении сейчас ведем работу, также ведем работу по развитию кластера, именно переработка. Не только сырье получать и продавать, а именно до конечного результата. Если в животноводстве, в данный момент у нас есть село Тасоткель, там молочная ферма, пока мощность на 3 тысячи, в перспективе мощность позволяет увеличить до 15 тысяч. Это молочная товарная ферма, выпускает продукцию, сыры, масла. Товары все сертифицированы, уже в продаже имеются. То есть, как говорил президент, от поля до прилавка. Да, и вот это направление, вот сейчас уже как пример есть, у нас в дальнейшем другие сельхозтоваропроизводители, также будут в этом направлении вестись эта работа. Также у нас пункты приема, переработки, это элеваторы, вплоть до линейных элеваторов, до станций, я имею в виду, со станционных путей до самих элеваторов, в этом году у нас получается 8 проектов, вообще до 2025 года 12 проектов. В этом году инвестпроект у нас на 8,8 миллиардов. По сравнению с прошлым годом, он у нас поднят намного, если в том году было 4,6, в этом году 8,8 миллиардов. Это за счет сельхозтоваропроизводителей, это также дальнейшая переработка, строительство линейных элеваторов, приемка элеваторов, откорм площадки. То есть в районе большой акцент на растеневодство и животноводство. Да, основное направление. Если мы вернемся к животноводству, сколько ферм по району? Можем такую цифру назвать? Или в целом направление какое? Мясо молочное, молочное? Я озвучил, пока у нас молочная ферма одна только. В перспективе открыть еще две фермы молочной фермы. Также в дальнейшем на выход на продукцию, на конечные результаты, это молоко, сыры, молочную продукцию в ассортименте. В этом направлении будет развиваться? Да, в этом направлении, потом откорм площадки, именно мясного направления. Если говорить об инвестициях, каков приток инвестиций? Инвестиции у нас есть, республиканские, через финансовые институты наши, заемные средства. Есть у нас хозяйство, которое за счет своих собственных средств. Ребята наши не стоят, у нас аграрии очень такие развитые, сильные. Достаточно уже людской ресурс, материальный ресурс у них, хорошая база. Инвестиции в основном в сельское хозяйство? В основном в сельское хозяйство у нас, так как у нас регион сельскохозяйственный, зерносеющий. Вот я сказал, животноводство сейчас будет больше развивать на выход на конечную продукцию. Если говорить о малом-среднем бизнесе, как у нас в этом плане развивается? Открываются ли, создаются бизнес-проекты? Как работает отдел занятости? У нас в основном бизнес-проекты, во всех, бизнес-проекты у нас в основном направление, вот, если, допустим, малый-средний бизнес, это розничная торговля, она тоже поддерживается. Это сфера услуг, там, это как бы, сфера услуги я имею в виду даже в городе, в поселках, те же торговля, допустим, ну, аптек направления, промышленные товары, там, плюс сервисное обслуживание. Наши парикмахерские, салоны, услуги. Это у нас молодые и средний возраст этим. Работу эту ведут, она не стоит, она, как и у всех, наверное. А занятости населения, что касается безработицы, каков процент? Процент безработицы у нас на 1,1 снизился за счет вот наших предпринимателей, они предоставляют дополнительно рабочие места. Я вот, я говорю, на 1,1 процент снизился по сравнению с 2020 годом. Эта работа в этом направлении ведется, сами знаете, она под контролем нашего областного руководства, правительства. Так что никто не сидит в создании рабочих мест, социально-экономический рост, который, благо, воздействует на наши показатели и на уровень жизни наших граждан Шаркаинского района. Вот актуальная тема сейчас медицина, здравоохранение, вакцинация. Ну, у нас по вакцинации, это сейчас, который был план доведен, мы его с опережением опередили. Сколько процентов на сегодня? 116 процентов, но на данный момент сейчас план увеличили у нас до 92 процентов, ранее был рубеж 70 процентов, от 70 процентов, я говорю, 116. На данный момент у нас сейчас 85,6 процентов работа в этом направлении ведется, ведь здоровье населения на первом месте у нас, так что никому не безразлично, всем государственным служащим, простым гражданским служащим. Работу в этом мониторинговой группу проводят, созданной бригадой у нас по выявлению, пресечению, чтобы меньше, как бы, вот эта нехорошая болезнь. Обороть ее, да? Да, да, да. В целом, как развивается медицина? Населенные пункты нуждаются ли в скорых помощях, фельдшерские пункты? Ну, у нас в районе, в самом городе Державинск, современная медицинская больница, поликлиника объединенная, там весь спектр услуг, стандартов, которые предназначены, она в полном объеме выполняется. Да, есть нехватка врачей узких специальностей, но бывает, с области командируют, потом соседний город Аркалык приезжает там 2-3 дня врачи узкой специальности. Вопросы эти решаем, а по медицинским работникам, по предоставлению жилья у нас таких вопросов нету, все обеспечены квадратными методами. Так что, воспользуясь случаем, если будут хорошие медицинские работники, средний специнал, высший специнал, мы будем рады. Добро пожаловать, да? Да, добро пожаловать, жилье мы можем предоставить, у нас есть эта возможность, дома возводятся. В этом году получается 80-квартирный дом, уже победитель определился, конкурса, начальный этап работы уже начнутся. И по завершению, в 22-м году продолжение, это переходный, в 22-м году также второй 80-квартирный дом, также будем водить. Для социально уязвимых или именно для медработников? Нет, это по категориям очередники. В том числе и для медицинских работников, для социальных наших, и социально уязвимых, по НОРГЛЖДР, там дети-сироты, инвалиды. Это согласно очередности, согласно правил, эти работы у нас ведется. Хочу вынести такую небольшую ремарку, вот вы говорите, знаете, хочу отметить, что вы редкий Аким, который скажет, что проблем с жильем у нас нет. Приезжайте, обеспечим. Не каждый может так сказать. Ну, мы можем себе это позволить, но это получилось как бы наследие еще Советского Союза. Это был бывший военный городок, и здания многие сохранились после проведения экспертизы, заключения, и проекта смертной документации, разработки. Вот эти дома мы сейчас реанимируем. Нам бы как-то с этим вопросом легче, потому что там коммуникации уже подведены. Тоже один из важных факторов. Так что, чуть-чуть по сравнению с другими моими коллегами, регионами, да, мы, как бы, этот вопрос у нас получше стоит. Что касается социальной инфраструктуры, фоки, возможно, бассейн вроде бы, да, собираются у вас строить? Да, у нас есть спорткомплекс в районном центре. В этом году участное заключение на экспертизе, проектно-спертной документации уже все утверждено. И в этом году мы получим заключение экспертизы, и будет у нас введен бассейн плавательный стандартный. И будет в эксплуатацию уже в 2022 году. Это тоже большой спортивный комплекс у нас оснащен со всеми квалифицированными специалистами. Также у нас спортивные снаряды, здание соответствует стандарту. Также за счет мецената в сельском округе у нас Костачева, ангарного типа, также сдан спортзал. Сейчас вот он будет передаваться на баланс образования. Тоже один из хороших примеров. Это уважаемый нами человек не только в нашем районе, а в области меценат Виталий Петрович Камушанский. Так что люди у нас в Жаркоинском районе очень добрые, отзывчивые. Теплота у всех присутствует, старшее поколение дает пример. Вот именно даже озвучил же тот же спортзал ангарного типа. Ребята, также есть ребята-меценаты, которые за свой счет восстанавливают дома культуры, вносят свою лепту. То есть бизнес не остается в стороне. Им не безразлично чаяния своего, именно они жители этих поселков. Так что бизнес, активное участие, социальное партнерство с местным исполнительным органом, законодательным проводим эту работу, притворяем жизнь. Вот сейчас вообще повсеместно есть даже программа восстанавливаются дома культуры. В Жаркоинском районе, в отдаленных населенных пунктах, в аулах, как обстоят дела? Есть ли где молодежи собраться, провести досуг, скажем так? Ну, у нас на сегодняшний день уже есть восстановительная работа у нас в двух поселках. Это, которые у нас в пригородном, во Львовском. И ребята, которые, я же говорил, в ГЧП свое партнерство свое внесли. А с бюджета областного, с культуры внесли там, допустим, ремонт окон поставили. Уже как бы консолидировались. Ребята отопление провели, благоустройство. Что касается образования. Вот сейчас такие актуальные проблемы, как трехсменное обучение, нехватка мест в школах, интернет. Вот что об этом? Как у вас в районе обстоят дела? У нас в дошкольном образовании такого дефицита мест нет и в школьном образовании. Есть сейчас вопросы вот именно в малых селах, где идет недекомплектность. Ну, на грани. Ну, это, наверное, везде есть. Малокомплектные школы, да? Поэтому у нас руководители сельхозформирования в интересах, чтобы аул сохранился. Ездят в соседнюю нашу область, приглашают специалистов. Соответственно, там у них дети. Так что школы... Чтобы как-то сохранить школу. Да, если, сами знаете, не будет школы, будет отток населения. Школа в зернях самая главная. Соответственно, рабочие руки, дефицит создастся. Поэтому сами руководители сельхозформирования заинтересованы и проводят эту работу, что нами тоже приветствуется в их же интересах, чтобы сохранить это село и дальше развивать. Ну, вот в этом году с областного бюджета была оказана очень большая, существенная помощь именно по благоустройству сел. Было выделено 400 миллионов. Это на 6 сел. 250 миллионов – это дороги. Въездная группа и поселковые. Эти... Вид работ не производился еще с советских времен. Чем жители нашего района, этих населенных пунктов, очень выражает благодарность правительству, областному руководству нашему, лично Акимову области, что выделил на 6 поселков и на город Державинск. В город Державинск в этом году было выделено 150 миллионов. Помимо асфальтового покрытия идет брусчатка, тротуаров. Ну, город и поселки мы облагораживаем. Также освещение. Всю зону комфорта создаем. В этом году также у нас есть проектно-светная документация, которая будет притворяться. Работа в этом направлении ведется, чтобы охватить максимально все села, чтобы были хорошие дороги, освещение, вот эти воркаут-площадки. За счет меценатов в Шоин-де-Коль в этом году завершено футбольное поле. Тоже очень отрадно, очень приветствуется, что мы при встрече с общественностью, с сельхозформированиями. Были вопросы, но в этом направлении у нас в этом году было выделено финансовые средства на приобретение отопительных котлов. Что мы успели? Приобрели четыре котла. Вот именно реанимировали, поставили эти два котла на микро-район молодежи. Один из густонаселенных МЖД. Один котел установили на школу Кубаева. Это социальный объект. Там школы, интернат. Рядом садики. И очень как раз, кстати, успели повезти. То есть отопительный сезон начался вовремя? Да, отопительный сезон начался вовремя. Заготовка у нас угля до Нового года обеспечена. Есть договор с поставщиком на весь отопительный сезон. Еще остатки угля есть в прошлом году. У нас запасы. Так что у нас система отопления, думаю, в этом году подготовилась. Хоть и в сжатые сроки, но можем чем-то гордиться, похвастаться. Уже не старое оборудование, уже и качество тепла будет лучше, соответственно. И запас угля есть. Дефицита угля среди жителей, то есть нет, не наблюдается. Пока такого нету, пока не наблюдается. Жан-Балат Камериданович, спасибо вам за содержательную беседу. Я желаю вам теплой зимы. Вы, насколько мне известно, чуть больше восьми месяцев на посту. Да. Я желаю вам успехов дальнейших в этой работе, чтобы при вас все многое изменилось в лучшую сторону. Спасибо большое. Рахмет Ликон. Время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что были с нами. В эфире была программа «Линия правды». Я ее ведущая, Саняя Кубжасарова. Всего доброго. Оставайтесь вместе с нами на телеканале КОХЩЕ. До новых встреч. Аман Сао Волмсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова